Здарова, дорогие друзья, с вами Сэм23, мы находимся в игре под названием Car Parking Multiplayer, ну и сегодня мы будем делать винил вот на эту BMW M4, но этот винил я уже делал, но я его потом убрал, чтоб сейчас сделать ещё раз. В принципе, я понял, как его, ну я там запомнил, как его точно делать. Так, и этот винил, в принципе, будет выглядеть очень круто, и его делать довольно-таки легко. Ну и для того, чтоб сделать этот винил, для начала нужно сделать карбоновый капот, его можно сделать вот из этого винила, вот из этой наклейки. Так, и нужно весь капот покрыть этой наклейкой, вот этим вот винилом, и покрасить в такой тёмно-серый цвет, примерно вот так он должен выглядеть, сейчас вы всё поймёте. Так, ну что, в принципе, уже начинает получаться закрыть весь капот. Так, вот, в принципе, вот так должно у вас получиться. Так, но чё-то у меня сейчас пошло не по плану и начало выходить с капота. Так, и красим в тёмно-серый цвет. Теперь копируем, и вот так делаем на весь капот прямо. Всё, в принципе, вот так должно это выглядеть. И теперь делаем этот капот карбоновым, заходим в текст, и тут вставляем вот эти слэш, вот эти вот чёрточки, и делаем их тут максимально много. Вот так должно получиться. И их вот так поворачиваем, примерно вот так, и немного их нужно вот так сделать боком, чтобы это как реальный карбон был. Теперь их растягиваем, чтобы нам было всё это очень быстро сделать, ну и не так долго, там заморачиваться что-то долго. Так, чё-то они как-то выходят, в принципе, вот так можно, нет, тут всё равно выходит, но надо вот так их немного под наклоном сделать. Так, ну придётся сделать примерно вот так, но их нужно как бы под наклоном, но мы сделаем так. И их красим теперь так, давайте выберем цвет. Вот, в принципе, такой цвет подходит, но можно немного посветлей. Нет, давайте лучше такое ставим. И теперь нужно так покрыть весь капот, просто берём, копируем, и вот так покрываем прямо весь капот этим. Вот я и доделал полностью капот, это было не так долго, и вот такой вид теперь имеет эта М4, с таким капотом она выглядит уже намного красивей. Ну и теперь давайте сделаем логотип компании Monster на капоте, Monster Energy. Это такой самый популярный логотип в карпаркинге, который там делают на винилы. Так, ну и для этого вам понадобится делать опять точно так же всё, как я. В принципе, взять вот такую молнию, вот этот винил молнии. Так, и вам нужно его вот так уменьшить, и в принципе вот так сделать. Поставим его примерно вот сюда, и теперь его нужно скопировать несколько раз, чтобы он выглядел так, не как молния прямо, а вот так примерно нужно сделать как-то. Так, давайте попробуем его. Вот, давайте его попробуем развернуть вот так. И сделаем его вот так вблизи. И вот, в принципе, нормально получается. И нам нужно сделать подряд три таких части логотипа. Ну и вот так у меня получилось сделать, ну, только это начало самого логотипа. И теперь нам нужно вот это всё соединить. Вот так примерно уменьшаем. Сейчас вы тоже всё поймёте тут. В принципе, уже похоже на нормальный такой логотип. И теперь вот так нужно как-то выровнять. Я точно уже не помню, как это делать. Так, вот, в принципе, вот это реально уже теперь похоже становится на логотип там какой-то. В принципе, вот. И теперь копируем. Нужно много всего таких сделать, ну, этих молний. И вот так должно у вас получаться. Давайте сейчас я их максимально много сделаю. В принципе, это выглядит неплохо, но как-то вообще не очень. Но если вы там постараетесь и будете делать нормально, то у вас всё круто получится. Ну и я, наверное, оставлю такой логотип. Вы там можете сами доделать, если захотите, нормальное. Ну, когда будете делать винил такой же. И теперь на этот винил нужно сделать номер, чтобы эта BMW вообще очень круто смотрелась. Но давайте сделаем номер вот сюда впереди, вот тут набок номер. Но если вы захотите, вы можете ещё назад номер сделать. Ну и номер делается довольно-таки легко. Нужно взять опять вот этот самый первый винил. И уменьшить его, чтобы он был такого размера, как номерные знаки. В принципе, вот, но это слишком какой-то маленький для номерных знаков. Это какие-то, я не знаю, там, дубайские номерные знаки получаются. Так, что-то, какие-то вообще бредовые номера получаются. В принципе, вот. Вот нормальные рамки для номеров получились. И красим в чёрный цвет для начала. Так, и теперь вот это копируем. И красим в белый. И уменьшаем немного. Сейчас вы всё поймёте. Пока что это вообще выглядит не очень. Просто какой-то бред получился. Вот, нормально. Вот, пацаны, просто реальные номера сейчас получатся. Так, немного уменьшаем. Тут добавляем. Так. Почему оно так резко всё? Вот, нормальные рамки получились для номеров. В принципе, вот, реально крутые номера. Сюда можно поставить, там, какие захотите. Там, любые регионы, там, любой страны номера. Так можно сделать. В принципе, я не стал заморачиваться. Я решил просто сделать надпись BMW M4. Если вы хотите, можете просто там сделать любые цифры, там, любые регионы, какие вам там нравятся. И сделать там красивые номера, какие захотите. Так. И вот, реально, эти номера смотрятся очень круто. Вот так это выглядит. Давайте выберем ещё шрифт. В принципе, вот этот сюда реально подходит. Так, чё-то не чётко вообще видно. Но если вот так, в принципе, нормально получается. Ладно, давайте оставим так. Ну и вот такой получился винил. По кругу вы можете добавить, что хотите. Ещё назад сделать такие номера. Значки вот эти. Монстр по бокам. Там где-нибудь крышу можете карбоновую сделать. Ну и вот такой получился винил. Ну как бы он не на всю машину, а на перед машины. Но вы всё это можете добавить там по кругу всей машины. Поставить там диски нормальные на машину. А не как у меня вот эти какие-то... Ну я не знаю. Эти диски как-то вообще не подходят на эту M4. Хотя они там стоковые. Ну ладно, короче. Получился вот такой винил. Кому понравилось, помогло это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока.